Волонтеры столицы развозят до 500 продуктовых наборов в день. Нередко добровольцы едут в отдаленные районы города, тратят свое время и собственные деньги на бензин. Однако есть люди, от которых слов благодарности не услышишь. Что не устраивает горожан, выясняла Ирина Панфилова. Поверх перчаток наносим антисептик. Держите. Вот так начинается каждое утро волонтеров. После тщательной экипировки добровольцы собирают наборы. Мука, крупы, масло, чай, печенье. Это далеко не полный список товаров. Каждая коробка весит от 15 килограммов и больше. Макароны и печенье в конце. И чай в конце. Списки тех, кто ждет помощь, волонтерам предоставили в районных акиматах. А некоторые горожане за поддержкой обращаются напрямую к добровольцам или через социальные сети. Работник акимата должен проверить на соответствие тому, что человек говорит. То есть могут обратиться люди, которые, допустим, не нуждаются, чтобы такого не было. Подобный продовольственный набор на семью в среднем от 4 до 6 человек, я думаю, что хватает порядка месяца. Среди тех, кто развозит продуктовые корзины, не только опытные волонтеры. Откликнулись на акцию и рядовые горожане. Осет Ахметов до карантина работал в автосалоне. Сейчас дела решает по телефону и параллельно помогает другим. Занимаюсь этим сегодня, первый день. На самом деле, просто услышал от знакомых, что есть такая организация. Ну и как бы есть транспорт, есть время, почему нет. И чем один дома скучать, думаю, выйду, сделаю доброе дело. Просто нужно ехать, куда скажут. Ну, иногда коробку понести куда-то. Так несложно. Продукты питания добровольцы развозят до самого вечера. В дома не заходят. Чтобы обезопасить себя и людей от лишнего контакта, коробку оставляют у порога. В день посещают от 200 до 500 домов. Супруг работает, но сейчас в период карантина у нас небольшие трудности с финансами. Такая помощь для нас очень кстати. В семье трое детей. Спасибо. Таких примеров, как эта семья, где искренне говорят спасибо, очень много. Но есть и другие, отмечают добровольцы. Продуктовые наборы людям привозим не только мы. Помимо государства, помощь оказывают и меценаты. Поэтому нужно понимать, что те корзины могут отличаться от наших. Из-за чего у многих возникают вопросы, что там другие виды и марки товара. За время карантина продуктовые наборы уже получили больше 8 тысяч жителей столицы. Всего в списках тех, кому положена такая помощь, порядка 30 тысяч фамилий. Ирина Панфилова, Ирлан Наурызбаев, Хабар, 24.